это хорошее дело мысленно я с вами спасибо ребят да я не успел сказать значит традиционного втором отделении если будет какие-то заказы я с удовольствием вместе вспомню то я смысле вспомню слова то исполню поэтому кто-то может там написать вот тут всякие бумажки есть кто-то может с места сказать вот один уже заказ был я эту песню в общем то не собирался петь но мне товарищи подсказали что я не во всем был прав вернее не до конца прав сегодня кстати святая пасхальная неделя христос воскресе так вот это у меня песня которая называется аллах акбар и это было ну я не знаю все ли время но я заставал когда это было такое шутливое приветствие между собой наших офицеров встречается аллах акбар так вот меня поправили горит да это было но ответ ты какой воистину акбар да и тоже напомню что сейчас есть в интернете надо будет посмотреть что когда на 19 января наше благовещение там все воды святые да то мусульмане уже стали в прорубь нырять но с криком аллах акбар но напоминаю потому что очень много есть просмотра в интернете там буквально сотни тысяч и очень много ругательных отзывов как ты мог там вообще это сделать да если слушаться в эту песню то понятно что она написана от имени советского офицера но в ней конечно есть какая-то мистика которую люди чувствуют когда у меня еще в период афганской войны вдруг в молодой гвардии издали роскошнейшим изданием там книгу там афганских стихов и но горит название какое-то там я говорю ну да ну звезда над кабулом давай из пламя мне станка а давай просто назовем пылает город кандагар это начало песня аллах акбар да то есть всем уже по понятно было что в принципе в ней что-то вот объединяющий нас вот сейчас уже я думаю многим понятно что запад нам никогда не станет другом и америка тем более а мусульман какая-то часть будет за нас понимаешь и в россии всегда были так сказать мусульмане не обязательно враждебно были дружеские чем больше я думаю мы будем сближаться у нас другой враг он борис миронов может сформулировать более четко какой враг но по крайней мере я думаю с мусульманами нам надо мириться знать даже через кровь вот как в чечне там да а в конце концов пылает город кандагар живым уйти нельзя и все таки аллах акбар аллах акбар друзья мне было тошно в жизни той я жить как все не смог простился с верною женой аллах акбар дружок аллах акбар аллах акбар горит песок и рушится скала аллах акбар и очередь наискосок дорогу перешла аллах акбар аллах акбар была склонны перебит дозор видишь в атаку батальон аллах акбар майор аллах акбар аллах акбар Ты видишь ли, как мы идем, мы не свернем Аллах Акбар А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар Его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар Аллах, Аллах, Аллах Акбар Бывает город Кандагар, живым уйти нельзя И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья Аллах, Аллах, Аллах Акбар Аллах, Аллах, Аллах Акбар Совершенно тоже новая песня, первый раз ее пою Называется она «Была-не была» Посвящена моему старому верному другу Игорю Морозову Одному из основоположников афганской нашей воинской советской песни Офицеру КГБ Но я о нем еще потом после песни это несколько слов скажу А пока вот хочу ее спеть Песня для меня сложноватая, потому что она простая Мы еще вспоминаем Афганские горы Мы еще не забыли ущелья Чечни Но уже не про них Мы ведем разговоры Доживая солдатские Скудные дни Но уже не про них Мы ведем разговоры Доживая солдатские Скудные дни Помнишь домик с крыльцом Помнишь тихую речку Помнишь девочку ту С кем сидел у костра Это было давно Это будет она вечно С этим нам расставаться Еще не пора Это было давно Это будет она вечно С этим нам расставаться Еще не пора Автоматы к гитарам До срока укрытым От наветов чужих И от глаз неродных Мы остались в живых Не для славы и быта Ради первой любви Мы остались в живых Еще ради той Не застегнутой нами Величайшей всемирной Отцовской войны А с гражданской второй Сладим как-нибудь самим Но горные трети Нам уже не важны Мы с гражданской второй Сладим как-нибудь самим Но горные трети Нам уже не важны Пусть девчоночка там Стала женщиной старой И костер прогорел И река заросла Есть у нас на двоих Автомат и гитара И война за окном И была не была Есть у нас на двоих Автомат и гитара И война за окном И была не была Так вот объявление такое Игорек Морозов Он бы конечно сегодня был бы здесь Ну немножко болеет Но болеет так что Еще думаю что поживет Все будет нормально Дай бог все ему здоровья Но он хочет выступить здесь Мы обычно с ним по очереди выступаем Но он как-то волнуется А вдруг там людей подведет Вдруг у него что-то будет Короче говоря на 5 мая День советской печати Вот будет здесь В это же время Это опять будет суббота Опять 15 часов Да Только будет наше совместное выступление Игорек будет петь Так сказать Первый Сколько сможет Столько споет Потом я спою Я попрошу Чтобы он пел классику Афганской песни А эти Афганская война Не только она Она прошла под песни Морозова Там батальонная разведка Да Или когда выходили войска Мы уходим 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 и так далее У него очень много Короче говоря Я буду счастлив Если вот вы придете Там И кому-то еще скажете Это будет здесь же Но не совсем Это будет У нас называется Новый зал А есть старый зал Это где вот по центральному входу Где билетики покупаем Да И там же спускаемся То есть Ну понятно Да в общем Я надеюсь что Это надо услышать Знаешь Два основоположника Афганской песни Третий сейчас живет В Донецке Это Юра Кирсанов Ну до нас писали Может быть и лучше Но Как бы ну Писали на чужие мелодии Все А мы стали писать Свои афганские песни Это был Морозов Кирсанов и я Два КГБшника И Один ракетчик И так сказать Это самое Ну я уже в прошлый раз говорил Да это же было Академия Дзержинского Она была на паях КГБ ГРУ И это самое Ну мы то Ты же не Ну вот это Я тоже Песни афганских времен Я редко пою И думаю А чего редко пою Хорошая песня Нас в горах не найдет Почтовой самолет И письмо от тебя До меня не дойдет Посветлеют снега Встанут стены огня Будет бинь Дэшика Из ущелья в меня Будет бинь Дэшика Будет жизнь коротка Может быть у меня Может быть у стрелка Нас в горах Не найдет даже радиосвязь С безымянных высот Лупят в нас не таясь Поднимаемся в рост Отвечаем огнем Между огненных звезд По вселенной идем И краснеют снега И дробится скала Смерть в горах Дорога жизнь Такой не была Нас в горах Не найдет запоздавший приказ И никто не придет И не выручит нас Погибает десант Погибает навек Погодите я сам Это мой человек Это мой Дэшика Это мой разговор Я дойду до стрелка Он не спустится с гор Нас засыпет метель Нас завалит скала Смерть мягка как постель Жизнь такой не была Мы в объятиях сплелись Мы навеки родня Пусть продолжится жизнь Без него И меня Нас в горах Не найдет почтовой самолет И письмо от тебя До меня Не дойдет Я не случайно глазки строил Да Надо чтобы меня было больше слышно Чем вас Тем более сейчас будет тихая песня такая Ну Многие Я знаю В этом зале Не одобрят Потому что здесь много Фанатов Именно Советского Союза Со всеми Вытекающими отсюда Последствиями Но сегодня Пасхальная неделя Вадим Извини я ее спою Ладно Это один из вариантов Моей серии Офицерских романцев Помолись за Россию В гильзах сплющенных огней затепли Чтобы ветры их не загасили Не засыпали бы горсти земли Бог простит Маловеров Всех ослепших Всех заблудших Прости Но темна судьба Офицерам Кто Господний свет не сохранит Помолись За Солдатом Дивен Бог В своих святых И бойцах Умирающих Брат За Братом Воскресающих В наших Сердцах Помолись Помолись За победу Как предобразом Над картой всю ночь Божий промысл нам неведом Сатанински мы вольны превозмочь Помолись Помолись За Россию За всевечную ее правоту Лишь бы мы огней не гасили И звезде служа и кресту Лишь бы мы огней не гасили И звезде служа и кресту И звезде служа и кресту У меня есть такая песня Называется С ташкентской пересылкою С ташкентской пересылкою Последнюю бутылкою Простились Я и дам Воздушным сообщения Другое измерение В другие города Кабу Кабу РС в ГУ Да рулеман Где чуть живой От скуки Штаб сороковой Аэродром Небесный гром Комдив с чекушкою И прапорщик с ведром Джелалабад Волшебный сад Между двух бригад Что над рекой Хранят свой собственный покой Спим на часах С бычком в усах И вертолетный полк Витает в небесах В пулях умрим Тут хоть умрим Но вечно глина под ногой И вечно мина под другой И каждый час Пугает нас Рванувшись с дуру На складах Боезапас Кундус, кундус Не хватит мус Чтобы поэта вдохновить Тебя прекрасным объявить Зимой мороз Весной понос И круглый год Житель не жить Один вопрос Газни, газни Кругом огни Бьют дышака Издалека и миномет Из бугорка Берись за умом Гони ханумом Без темноты Она не стоит Этих сумм Гордес, гордес Были до небес Качают духи головой Перед бригадой штурмовой Мол, за рубли В такой пыли Мы сами духи Продохнуть бы не смогли Шиндан, шиндан Здесь мало банта А тот, кто этому не рад Пусть отправляется в герат Но здесь ох, нлян Госпиталян Где много баба С ними пухом нам земля И Кандагар Сплошной угар На чёрной площади броня Горит средь ночи и средь дня Но за углом Аэродром Где нас не взять Где ждёт нас Пропорщик С ведром Машка, чё на меня Такими грустными глазами смотришь? Гитара А, гитара Да Это Антон Да? Ну ладно Я пытаюсь сам потише играть Нет, это я попросил нашего звукорежиссёра Да У меня гитара несколько дребезжащая Но я увлекаюсь и начинаю стучать Сейчас Песня называется «Братья по войне» Ну как Когда вот Что-то напишешь И если что-то Так Настоящее напишешь То потом уходят обстоятельства Когда Зачем Как Но я всё-таки вспоминаю Что Когда ещё шла Афганская война Или афганский поход То То уже С ЦК комсомолов Вот мы Газета «Правда» И мы уже Сделали такое Движение Ветеранов Афганской войны Именно солдатиков Не офицеров Солдатиков Вот А потом Это стали Растаскивать По разным направлениям Причём не русские люди Вот типа Ненавистный мне И был такой Тоже журналист Я считаю Оскорбление Для журналистского пленения Генрих Боровик такой Да И вот они начали Как бы давать Этим афганцам Льготы Льготы Не в том смысле Что им деньги давать За ранения А в том смысле Что торгуйте Беспошлино Там Нефтью Табаком И так далее Поэтому Ребята Они стали Действительно Торговать Потом стали Враждовать Помните Знаменитые взрывы На католиковском Кладбище И так далее Убийство И всё прочее Это вот Когда Ребята Афганцев Стали Растаскивать Понимаешь Придававшими Придававшими В огне С кем Вы братья С кем Вы братья Мои братья По войне Не на вас Лежит проклятие За безумие В стране Вы куда идёте Братья Мои братья По войне Вас не вправе Осуждать я Но всё чаще Снятся мне Невернувшиеся Братья Наши братья По войне Да Одеждою И статью Мы такие же Уже Вполне Отчего Ж так Стыдно Братья Перед снимком На стене Одно время мы с Игорем Морозовым дружили с одной молодой красивой женщиной Ольгой Гараниной. Она выпускала журнал «Россия» Русский стиль боевые искусства И по неволе Пришлось Немножечко чего-то Понахвататься Этого дела Потому что Иначе Когда ей что-то не нравилось Она против тебя Какой-то приём Такой сделала И Ты падаешь Ничего не понимая Да То есть Пришлось Немножечко Поизучать Я так понял Для моего Непросвещенного ума Что в общем-то Русский стиль боевого искусства Хотя по нему идёт обучение в нескольких армиях мира В том числе и в американской Что бывшие потомки наших эмигрантов Их там учили этих Как их морских котиков Они как раз по русскому стилю учатся У нас то все движения не как у японцев У нас всё рассчитано на один удар Понимаешь Почему наши русские мужики если не дерутся Они дерутся пьяные Потому что если они трезвые будут дыраться Они друг друг просто поубивают И вот я написал для этого журнала стихи А потом стала песня Называется «Русский стиль» Набежали супостаты Расшумелись на дворе А с похмелья трудновато Подниматься на заре Притащили самопалы Друг у друга рвут фитиль И полят куда попало И ругают русский стиль Дескать, руки что коряги Дескать, ноги что бревно Дескать, вы на первом шаге Сами рухните в дерьмо Дескать, пьяницы и воры Лежебоки и рабы Для вселенского позора Выходите из избы Я б еще поспал немного Я б напился бы хвостку Супостатов, слава богу Нагляделся на веку Но болит без передыху Их железная утиль Выхожу, прошу их Тихо, не замайте русский стиль Дескать, чуждые методы Я словесно не хулю Выметайтесь с огороду Я еще пойду посплю А не то, мол, ненароком По неволе разойдусь И по западу с востоком Русским стилем потопчусь К супостатым закричали Навалились на крыльцо И руками замахали И ногой суют в лицо Крутят палки на веревках Железяками свистят Демонстрируют сноровку Знать побить меня хотят Русский стиль не драки ради Хоть подраться весело Надоели эти дяди Затемнение нашло Я рукою, что корягой Я ногою, что бревном Самопалы по оврагам Пораскидывал потом Русский стиль не драки ради Хоть подраться весело Надоели эти дяди Затемнение нашло Аплодисменты 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 Обычно мы вот здесь еще выступаем в ноябре Да, а в ноябре бывает День ракетных войск и артиллерии И мы вот выпускники Академии Дзержинского Из которой вот За этим столиком Присутствуют Мои двое друзей Да, здесь Отмечаем вот этот день И тогда Не все Курсанские Ну, кое-какие И поем там Мечты Обязательно Забудутся Но Вечно Пребудет Со мной Садовая Спасская Улица У нас была там казарба Автобус Двяносто восьмой Пивные ларьки В окружении И против дороги Продмак Войдите в мое положение Пропить все и жить натощак Я выучусь Стану Ракетчиком Женюсь Воспитаю Ребят Над жизнью своей Искалеченной Расплачусь я Вдруг не в попад Жена Удивленно Нахмурится Я Выпью И снова Со мной Садовая Спасская Улица Автобус Двяносто восьмой Мы Люди По-своему Дошлые Советские Экс-юнкера Да Здравствуй Светлое Прошлое Туманному Завтра Уран Претерпится Жизнь И Прелюбиться Жаль Юность Порвется Струной Прости меня Спасская Улица Автобус Двяносто восьмой Садовая Спасская Улица Автобус Двяносто восьмой Нет Это мы потом будем Все Слишком не будем А Ну Я тебе другую спою А вот у нас была первая казарма на Софийской набережной Тогда она называлась Набережная Мариса Тореза Да Да Там была действительно серьезная такая казарма И мы Бегали на зарядку Я не помню По-моему называлась Форма номер два С голым торсом То есть какие-нибудь стоили Да 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 Вот правильно Тогда там было на Софийской набережной Английское посольство Оно сейчас куда-то переехало Да Вот А вот в тылу этого резиденции посла Бывшего ангельского посольства Был парк Репина так называемый Ну или как еще называют болото сейчас Где Да Да Как где собираются демократы Ну а в общем да И из-за того что мы туда бегали на зарядку Наше знакомое родное место Да То иногда там свидание вот назначали В тылу посольства Великобритании Где длинный сквер скамейки и фонтан На первые курсантские свидания Я приходил прекрасно юный пьян Близ памятника живописцу Репину Скамеечка стояла в темноте Волнительней Не помню и нелепее Свиданий в жизни Чем свидания тем Московская Московская, холодная, холеная Девчонка Девчонка издевалась надо мной Чтоб через час Прикинуться влюбленную Перед казарной Наною проходной Ей нравилось наверно многолюдие Хмельные голоса со всех сторон Эй, девочка, с какой ты киностудии Братан, отдай ее в наш батальон Не знаю я, с какой ты киностудии Отдам тебя в соседний батальон Тогда со страстью, будто в самом деле шной Она приподнималась на носки Закидывая на мою шинелишку Две белых горностаевых руки И прижималась бедрами упругими И целовалась в губы, не стыдясь Чтобы юнцы военные с подругами Завидовали, видя нашу связь Я иногда хожу в замоскворечье Сажусь на ту скамью, когда пустан И вспоминаю, словно вспомнить нечего Ее перед казармой уста А Машенька споет? Нет, Машенька сегодня болеет больше меня Пускай выздоравливает Зато в следующий раз у нас... 5 мая Нет, 5 мая не споет, потому что там будет... Она споет в ноябре Ну, у нее, кстати, концерт У нее свой ансамбль, где играет Про нее... Так что, кто в интернете посмотрит на Машу Верстакова Там, Эмми Верстакова Там все понятно, где она будет выступать, да И я-то выступаю раз в полгода Она выступает каждый месяц по несколько раз И еще одна песня, которая, можно сказать, 93-я Думаю, она может и к нам сегодня это с вами относится Пусть красные звезды в Кремле погасили Пускай над Москвою кружит воронье Но если мы жить не смогли для России Давайте сегодня умрем за нее Пускай нас невесты вернуться просили Однажды не сдержим мы слово свое И если в бою не спасем мы Россию Давайте сегодня умрем за нее Пусть красные звезды в Кремле погасили Пускай над Москвою царит воронье Но если мы все же родились в России Давайте сегодня умрем за нее Ладно, приближаемся к финалу Потом не разбегайтесь, пожалуйста Мы еще пообщаемся И между собой, друг с другом Кому еще не передал журнальчик У меня есть Я с удовольствием Приказ начальника А это вот видите, это как раз академик попросил Это шутками шутками, да Это крупнейший наш специалист Антон, что ты у меня Ну вот, это я написал песню для какого-то узкого круга своих Думаю, вот мы сейчас там бывшие там Кто что-то видел, какую-то войну Хоть со стороны, да И выпьем и споем, да А знаешь у меня что получилось Встретились был такой Николай Николаевич Скатов Директор Пушкинского дома Там института, там как это русский И он что так лениво листает И мы у Кожанова сидели, Вадим Валерианыч Мою книжку потом говорит А вы что, говорит, вот это тоже поете? Я говорю, да, я пою там А говорит, ну можно? И он потом говорит Все, это стала его любимая песня Он меня в Ленинград вызвал Мы там с ним на телевидении снимали Там целую передачу там про эту песню То есть не знаешь, как что аукнется А было написано это так вот Для пьяного дела Война становится привычкой Опять по кружкам спирт разлил Опять хохочет медсестричка И режет салозом полит А над палаточным брезентом Свистят то ветры, то свинец Жизнь, словно кадры киноленты Дала картинку, наконец О чем задумался над штабом От каких явь увидел сны Откуда спирт, откуда баба Спроси об этом у войны А хорошо сестра хохочет От медицинского вина Она любви давно не хочет Ей в душу глянула Война Эй, замполит, плесни по-малу Теперь за Родину пора Нам не спуститься с перевала Который взяли мы вчера Война становится привычкой Опять по кружкам спирт разлил Опять хохочет медсестричка И режет салозом полит Все, набираемся терпения Две песни осталось, но одна из них длинная Это тоже абсолютно новая песня Первый раз ее исполняю Я думаю, она длинная Но может быть интересная Потому что в ней очень много Событий перечислено Может быть я что-то пропустил Но это те события Войны, походы В которых, ну Которые я знаю Не только с чужих слов Называется она Далее везде У нее есть подзаголовок Размышления русского офицера О генеральном штабе Проснулся утром Чую быть в беде Где пил вчера Какие были бабы Лишь помню Лишь помню директиву из генштаба В Афганистан и далее Везде Прошел в Афгане В падины и выси Был в морозилке Был в морозилке И в сковороде А дома Директива На Тбилиси Ну и затем Как водится Везде Отцу лику Отбился Малой кровью Врет Что синяк остался На груди А из генштаба Отклич На Приднестровье В Бендеры Дубосары Везде Потом Армяне С Альзерами В страхе Сошлись На Виноградной Ворозе Я их мерил В Нагорном Карабахе В Баку И Сумгаити Везде С таджиками И вовсе было худо Всем без ребров Всем кровь на бороде Пришлось пройти отсюда И до туда Таджикистан И далее Везде Я разлюбил весь мир Юго-Восточный Я заскучал по северной звезде Но был отправлен директивой срочной В Абхазию В Абхазию И далее Везде Затем осели Русские туманы Хотя еще дымились кое-где И я слетал десантом на Балканы На Приштину и далее Везде Но тут Чечня Не то чтобы восстала Но расхотела горбиться в труде И много наших в дуру постреляло И в Грозном, и в Аргуне, и везде И вновь грузины дурака сваляли Решили осетин зажать в узде И я по Транскавказской магистрали Сходил в Схинвал и далее Везде Потом я был в Крыму и на Донбассе Весь извалялся в угле и руде Приказов ждал, как перемены в классе Идти бы на Киев далее везде Но сочинил генштаб другую сказку Что вилами писалось на воде Я послан был в окрестности Дамаска В Мимималепо Далее везде Изгнал и килл оттуда Чтобы рядом с Россией был он А не черти где Чтоб вновь генштаб командовал парадом В Афганистане далее везде Пусть мой генштаб командует парадом Опять в Афгане и опять везде Класс Класс Классик 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 Курженов издается Курженов издается Если хотите знать историю Руси У него есть история Руси и русского слова Загадочная страница 20 века Что творилось Что было действительно в Великую отечественную войну Что было после Великой отечественной войны Знаете я вот не люблю когда Говорят Ну этот хороший там литератор Он правильно все пишет Здесь не важно Коржинов умел находить источники И он их как-то так подавал Что с ним даже спорить невозможно Понимаете Но я вам сейчас одну скажу Вещь такую Которую тоже никто не может опровергнуть Когда началась Великая Отечественная война Что сделали русские люди Они пошли куда? В добровольцы там служить В ополчении и все прочее Что сделали большинство евреев Я не против евреев Они пошли учиться И вот это приведены У Кожаного были официальные данные Что в большинстве вузов Советского Союза Вдруг стало С 41 года евреев Больше 80% А кое-какие вещи Типа на Мехмат МГУ было 100% Понимаете А когда война закончилась И вернулись русские темные люди Нам сейчас говорят Какие же вы дураки Какие темные В этом нет ничего плохого Они были по-человечески правы Я сейчас не говорю Что они сволочи Или какие-то Но просто мы должны знать Что да Мы были темные Мы ушли воевать А они ушли учиться Понимаешь И об этом Опровержение невозможно Потому что Это официальная статистика Кожнев приводит ее Никак не толкуя Потому что Он сам был Очень близок И еврейство У него было По-моему Три жены И все еврейки Хотя последний На четверть Ну вот А я хотел спеть Его любимую песню Это мой Офицерский романс Я всегда Заканчиваю выступление И он меня как-то спросил Виктор Глебович О чем вы это написали Вы можете сказать Я ему Я написал Он говорит Я понимаю Что вы даже не понимаете Вообще О чем вы пишете Но он всегда любил И вот жена его еврейка Ну тоже литератор И она всегда Мы с ней встречаемся Плачем Друг у други На плече Вспоминаем кожаного И поем эту песню От боя до боя Недолго Некоротко Лиже бы не встать А что нам терять Кроме долга Нам нечего Больше терять А что нам терять Кроме долга Нам нечего Больше терять И пусть На пространствах Державы Весь фронт Наш незримый Опять А что нам терять Кроме славы Нам нечего Больше терять Пилотки И волосы Серым Но выбилась Белая прядь А что нам терять Кроме веры Нам нечего Больше терять Звезда 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 Из некрашенной жести Восходит Весна Что нам терять, кроме смерти, Нам нечего больше терять. Да что ж нам терять, кроме смерти, Нам нечего больше терять. Спасибо.